Детский сад сдан. Около 250 ребятишек из Дашково-Песочни пойдут в новые группы. Летние каникулы начались. Порядок и безопасность детей в приоритете. Рязанские полицейские рассказали журналистам, как будут охранять школьников на каникулах. Месячник по алименщикам. Рязанские судебные приставы объявили охоту на злостных неплательщиков. А теперь об этом и не только более подробно. Сегодня состоялось торжественное открытие детского сада номер 27 в микрорайоне ДПР-5. Это в Дашково-Песочне на улице Васильевский переулок. Этот современный детский сад рассчитан на 240 мест. И уже сейчас сформирована первая группа детей. Кстати, в 27 детсаду будет бассейн для маленьких ребятишек. Побывал на открытии и осмотрел новое дошкольное учреждение и губернатор Олег Ковалев. Среди новостроек в пятом микрорайоне Дашково-Песочне спрятался уютный домик с ярким фасадом. Современная детская площадка и аккуратно заасфальтированные дорожки уже осваиваются маленькими хозяевами нового детского сада номер 27 в Васильевском переулке. Его строительство именно здесь было просто необходимо. Новый район продолжает разрастаться и основной задачей на сегодняшний день является развитие его инфраструктуры. Строительство этого детского сада было осуществлено в рамках федерального проекта модернизации региональных систем дошкольного образования. И велось по поручению губернатора Рязанской области Олега Ковалева. Сегодня он лично посетил детский сад. Губернатор осмотрел современный бассейн, сенсорную и игровые комнаты, спортивный зал и остался всем доволен. Я редко бываю доволен чем-либо. Всегда стараюсь найти какие-то грехи. В данном случае я очень доволен. Действительно, это современный детский сад. Это второй такой детский сад, который, в общем-то, отвечает всем требованиям не только сегодняшнего, но и завтрашнего дня. Детский сад действительно оснащен всем необходимым. Колясочный и отапливаемый пол, спортивные музыкальные залы, интерактивные доски для занятий. На прилегающей территории установлены прогулочные веранды, игровое и спортивное оборудование. Всего же садик готов принять 240 детей. Олег Ковалев отметил, что сегодня наш регион находится в числе лидирующих по программе ликвидации очереди в детских садах. И на первый план выходит задача обеспечения баланса по привязке к месту жительства. Чтобы каждая мама могла везти ребенка в детские докторные учреждения по месту жительства. Не возила его в общественном транспорте, испытывая при этом свои неудобства, и потом ехать на работу. Ну, это по многим параметрам. Заболеваемость выше и так далее. А вот задача привязка к месту жительства. Вот мы ее сейчас будем решать. Для этого будем заниматься и реконструкцией детских садов с увеличением мощности по месту жительства. Вот там, где мы испытываем напряжение, локальные какие-то в каких-то микрорайонах. И новые строить там, где это необходимо, в частности, вот Братиславский комплекс. Олег Ковалев остался доволен не только современным оснащением детского сада, но и качеством дорог, которые к нему ведут. Родители смогут и подъехать к детскому саду на машине, и со всеми удобствами дойти до него пешком. С приходом летних каникул у многих детей младшего и среднего школьного возраста свободного времени становится значительно больше. И это обстоятельство не всегда положительно. Сегодня в Главном управлении Рязанской полиции состоялся брифинг. На нем правоохранители рассказали о том, как будет соблюдаться порядок, чтобы обеспечить безопасность детей во время летнего отдыха. В этом году обеспечивать безопасный отдых ребят будет больше полицейских. Об этом рязанским журналистам сообщил региональный начальник службы по делам несовершеннолетних Андрей Бармин. По его словам, будут усилены наряды в загородных лагерях и в населенных пунктах. Всего в регионе будет работать более 30 лагерей, в том числе 9 палаточных. Еще около 300 лагерей с дневным пребыванием откроются в школах и детсадах. Одной из главных задач, отметил Андрей Бармин, будет недопущение продажи алкоголя и наркотиков в местах отдыха. Заместительное. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Сегодня стали известны подробности несчастного случая, произошедшего в селе Большие Пекселы Шиловского района. Там погиб маленький ребенок. По данным следствия, днем 30 мая мальчик играл возле своего дома, где также находился одноосный автомобильный прицеп, который был расположен упором задней частью о землю и, соответственно, с цепным устройством вверх. Подойдя к прицепу, ребенок руками взялся за цепное устройство, повис на нем и стал раскачиваться. Под весом тела прицеп с цепным устройством опустился вниз, придавив при этом потерпевшего к земле. При доставлении в больницу мальчик от полученных телесных повреждений скончался. В настоящее время по делу проводятся следственные действия, которые направлены на установление всех обстоятельств произошедшей трагедии. Расследование уголовного дела продолжается. В апреле в эфире нашей программы мы рассказывали о субботнике, прошедшем на бульваре на Рязанской улице Карла Маркса. Тогда было заявлено, что субботник не будет разовой акции и у властей есть планы по его благоустройству. И вот они потихоньку начинают реализовываться. Микрорайон Приокский на сегодняшний день является одним из самых старых в городе и вместе с тем одним из самых зеленых. Уютные скверы, обсаженные деревьями бульвар, рядом с памятником Молодцову, в такую жару пользуются особенной популярностью у местных жителей. Вот только до сегодняшнего дня несколько старых скамеек не давали возможности отдохнуть в тени всем желающим. Благоустройство сквера началось в апреле этого года. Сегодня же сделан еще один шаг. Установлены новые лавочки. Вы прекрасно видите, что много парков, скверов. Хотелось бы их сохранить, приумножить и благоустроить. Это первый момент. Им должна быть единая концепция Приокского поселка. Ветхий фонд здесь очень старый, с той войны. И мы сейчас занимаемся совместно с городской администрацией, как привлечь инвесторов, чтобы снести определенные те дома, которые подходят как ветхий фонд, аварийный фонд. Приведение в порядок скверов и в том числе сегодняшняя установка скамеек – это наглядный пример того, насколько плодотворно может проводиться совместная работа жителей города, депутатов городской и областной думы, а также администрации Рязани. Мы вместе, совместно думаем над тем, как сделать микрорайон Приокский, который действительно один из самых старых, но в то же время один из самых зеленых микрорайонов, более комфортным для проживания в нем наших горожан, чтобы людям здесь жилось комфортно, хорошо и приятно, чтобы они могли выйти на улицу, приятно провести здесь время, подышать свежим воздухом, отдохнуть, чтобы отдых был, ну так вот скажем, во всех смыслах, слов, хорошим. Отдыхающие на лавочках пенсионеры и молодые мамы, гуляющие с детьми – лучшее доказательство того, что старания депутатов местные жители оценили. Это очень нужно, я думаю, во-первых, я здесь очень часто гуляю с ребенком, здесь как-то спокойно, вот, и очень удобно, что лавочки, еще бы здесь убраться, конечно, не помешало. Работа над благоустройством района будет продолжаться, и вполне возможно, Приокский станет любимым местом отдыха не только местных жителей, но и всех рязанцев. В Сараевском районе Рязанской области за невыплату алиментов обязательные работы накануне получили оба родителя. Они не выплатили алименты своим двум детям, за что сначала получили административное наказание в виде штрафа в одну тысячу рублей, а затем по 20 часов обязательных работ. Теперь они будут вместе работать при администрации Мажарского сельского поселения Сараевского района. О том, какие меры будут применять рязанские судебные приставы к злостным неплательщикам в следующем материале. Говорят, что чужих детей не бывает, а, к сожалению, как показывает практика, зачастую родные детям наказываются ненужными. В Рязани проходит месячник по взысканию алиментов. Судебными приставами максимально активизирована работа по исполнению судебных решений о взыскании алиментов на всей территории Рязанской области. Все меры, которые принимаются к должникам для того, чтобы их сподвигнуть к тому, чтобы они платили алименты, это, наверное, стандартный набор мер. Это вручение им направлений в центр занятости, в первую очередь, для того, чтобы они подыскали работу, трудоустроились или начали платить. Если сравнивать цифры с аналогичным периодом прошлого года, то таких уведомлений увеличилось вдвое. Ограничение права выезда за пределы Российской Федерации. Можно было бы сказать, что эта мера, наверное, не совсем действенная была бы для всех непосредственно, потому что не все должники у нас посещают за границу, но тем не менее. Таких ограничений было вынесено 556 и три должника оплатили за должность полностью и ограничения, соответственно, были сняты. Увеличилось количество привлечений к административной ответственности. Основная причина невыплаты должниками алиментов – банальное отсутствие имущества и денежных средств, на которые можно обратить взыскание. И, что самое печальное, отсутствие желания что-либо менять и банально хоть как-то заботиться о собственных детях. Рязанские дорожные полицейские провели очередной рейд по большегрузным фурам. Дорожные инспекторы с наступлением теплого времени года, похоже, всерьез взялись за проверку транспорта, перевозящего крупногабаритные либо опасные грузы. Проверяли тахографы. Напомним, что это контрольное устройство предназначено для регистрации скорости, режима труда и отдыха водителей и членов экипажа. На этот же раз на Турлатовском посту ДПС измеряли вес проходящих по федеральной трассе грузовиков. Перегруз машин, как сообщают дорожные инспекторы, это весьма распространенное нарушение. Зачастую водителю хочется сделать поменьше рейсов, а для этого, соответственно, вес груза неизбежно увеличивают. Профилактические мероприятия по контролю за перевозкой крупногабаритных человеческих грузов начали проводить с начала весеннего сезона, когда пошли ограничения по недопущению разрушения дорожного полотна. Сейчас мы активно их проводим. Проводим ежедневно на постоянной основе, с постоянным изменением места для строканцев, так как наше подразумевает подвижность. Штраф за перегруз довольно внушительный. До 2,5 тысяч рублей, либо лишение прав на полгода для водителей. Для должностных лиц это уже штраф до 20 тысяч рублей, а юридическим лицам придется заплатить до полумиллиона рублей. И последнее. Распоряжением председателя правительства России Дмитрия Медведева Рязанскому театру кукол за вклад в развитие театрального искусства России присуждена Всероссийская премия имени Федора Волкова. Сегодня гость программы подробности главный режиссер театра кукол Валерий Шацкий. Буквально через минуту он в эфире. А я же с вами прощаюсь. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин